всем привет с вами снова алина и как вы уже догадались из названия этого видео сегодня вам покажу как сделать макияж который на мне который сейчас невероятно популярен в инстаграме самые топовые визажисты всего мира кстати не только в россии потому что за границей раньше было очень популярно знаете такой прям тяжелый тяжелый дракуин макияж сейчас в моде становятся такие бронзовые красивые макияжи с растушевкой я выполнила его и покажу вам как выполнить его дома вся косметика сегодня будет бюджетная никакого люкса и не нужно тратить очень много средств для того чтобы повторить любой макияж я это всегда пропагандирую и поэтому надеюсь что сегодняшнее видео вам понравится не забудьте подписаться на мой инстаграм и можете поставить этому видео большой палец вверх сейчас в начале если видео вам не понравится вы его просто уберете можете даже дизлайк поставить но в общем я покажу все этапы вот этого вот макияжа инстаграмного и который на мой взгляд идет абсолютно любой девушки то есть я не встречала еще ни разу такое лицо которому бы этот макияж не подошел и вы всегда можете исполнить и вот так как хочется вам в общем давайте я не буду тянуть и поскорее расскажу вам как же выполнить макияж который сейчас на пике трендов ну что первым делом понятное дело мы будем выравнивать цвет лица я сейчас без макияжа буду наносить тон как обычно вы знаете что в принципе я практически не изменяя этому тональному катрис наношу его на все лицо сначала выдавливаю вот так вот на палец у меня своя техника нанесения последнее время и наношу вот так вот смотрите на зоны то есть на щеки на лоб на нос вот такие вот точечки расставляю по всему лицу и после этого буду это дело растушевывать растушевываю я вот такой вот кисточкой я называю плоская кабуки мне кажется что с ее помощью тон лица получается ровнее и она не съедает тональная принципе это еще и очень экономно видите что цвет лица уже сразу становится ровнее далее я буду наносить консилер консилер у меня тоже от к 3 и я буду наносить его смотрите вот такие вот мазки под глаза убираем синячки чуть-чуть сконтурируем нос то есть вот так вот ровнее вот тут вот я делаю можно еще над губой тоже сделать растушевывать можно в принципе этой же кистью можно растушевывать кистью любой синтетической которой вам удобно и вот эту вот линию очень важно не сделать широкой потому что тогда нос будет казаться шире а чтобы его сузить потому что в инстаграме это вот прям настоящий тренд узкие носики хотя мне кажется что все-таки вариации носов это гораздо интереснее чем когда у всех буквально там один сделанный нос но что делать тренды они такие и видите я высветляю вот эту вот зону есть стереотип что так но станет шире нет мы минимизируем тень и получается что нос будет смотреться даже еще более узким сейчас если у вас жирная кожа вы обязательно должны использовать пудру также если кожа у вас комбинированная у меня кожа сухая и тональные у меня в принципе в принципе матовый поэтому я пудру носить не буду и сразу перейду к очень очень важному этапу и я буду наносить бронзер бронзер у меня понятное дело тоже бюджетный и вы видите что он на дне вот прямом смысле на дне буду сейчас его наносить на все лицо в принципе и знаете здесь не будет сегодня никаких новых для вас для вас продуктов потому что кто смотрит мой канал постоянно эти продукты мне кажется уже видел это видео не спонсированная просто макияж просто мне появилась такая идея хочу показать вам как сделать такой макияж смотрите что я делаю у меня большая пушистая кисть она и синтетического ворса но в идеале если она будет из натурального ворса конечно и я делаю вот такие вот круговые движения и с помощью них я добавляю лицу загар и объем вот сейчас я вам просто покажу разницу я прорабатываю не только скулу над скулой но смотрите до куда я дохожу и тут вот уже есть тень здесь нет очень важно здесь делать именно вот такие вот круговые движения я не все время растирают я делаю круговое движение для того чтобы знаете границ было вот прям минимум и бронзер это вот в этом макияже в принципе самый важный этап потому что макияж вы скорее всего такой и найдете по запросу бронзовый макияж и я использую румяна который я надеюсь не разбила таком нежно розово-кораллово-персиковым в общем то такой смесь оттенков и наношу той же кистью которой наносила бронзер и дело смотрите вот такое движение от уха и к уху и получается румяна уже легли очень ровненько и хорошо иногда я делаю круговые движения смотрите когда это нужно от уха к уху когда я понимаю что у границы какие-то уж очень явные я добавляю еще движение я не добавляю румян я просто делаю вот так круговые движения и они убирают границы все получается что у меня румяна смешиваются с бронзером и если есть прямо границы которые вы еще больше хотите убрать берете ту же кисть которой наносили тональный и проходитесь внимание не по всему лицу а только по границам вот граница и вот тут вот под скула я тоже прохожусь потому что здесь было больше продуктов и опять же с этой стороны тоже по границам далее наверное перейдем глазам потому что хайлайтер это то что я ставлю напоследок чтобы его не смазать я буду использовать палетку от никс и остатки моей палетки вот make a revolution она уже вся развалилась и что я буду делать сначала сначала я буду наносить основной цвет на века на века я буду сегодня использовать вот этот вот оттеночек не знаю вам тут его видно вот такого вот он цвета и для этого я беру вот такую вот кисточку набираю продукт вот такими сбивающими движениями и макияж глаз у нас сегодня будет но яркий не такой как я делаю обычно сбрасываю лишнее и вот такой вот смотрите движение именно впечатываю века для того чтобы они не осыпались уже сразу видно на глазах пигментацию и за счет вот такой вот пигментации кстати легче всего делать макияж потому что это не требует каких-то усилий я прям хорошо заполняют цветом видно вам или нет но веки уже стали прям такие яркие и в моде именно такие вот знаете то нас по тоном то есть когда есть красноватый потом розоватый я розоватый не люблю а вот такой вот но не знаю красновато кирпичный далее я буду затемнять внешний уголок глаза и для этого я буду использовать вот эти вот тени тоже от никс самый темный оттенок в палетке они конечно пылят я делаю вот так и смотрите что я делаю я от внешнего угла тушу его внутренней важно не заходить сильно глубоко в центр глаза и прорабатываю складку века обязательно прорабатывать ее потому что глаза будут смотреться еще больше и сейчас это все супер неаккуратно вот вот тут прям вообще некрасиво такое ощущение что я панда сама себя в чем-то вымазала дело то же самое с другим глазом но когда я буду растушевывать все когда я добавлю ресницы ну то есть тушь будет смотреться очень красиво и конечно когда я проработаю нижняя века это вот прям шок контент потому что я нижняя века не часто прорабатываю как вы уже заметили по моим видео беру другую кисточку чистую не той которая наносила тень а здесь я растушевываю наоборот от внутреннего уголка к внешнему и уже тень становится более мягкой я делаю параллельно сразу два глаза потому что это тоже мой лайфхак если я делаю отдельно один глаз полностью то никогда у меня ничего симметрично не получится когда я работаю одновременно сразу над двумя глазами все получается намного лучше прохожусь строго по границе потому что мне нужно ее растушевать и также могу повторить вот это движение которое имитирует складку века всяких instagram визажистов я думаю вы видели именно такую технику нанесения макияжа но так как мы сейчас говорим про instagram макияж то соответственно правильным будет повторять все аутентично получилось уже дымка уже красиво но не супер аккуратно что же делать можно взять кисть которые вы в принципе носили тональные растушевывали консилер это же очень очень аккуратно вот так вот проходитесь и получается прям намного намного ровнее дымка но все это смотрится незакончено по причине того что еще нет стрелки сейчас мы будем рисовать ее а затем прорабатывать нижнее веко что очень важно я беру кисточку синтетическую скошенную и беру самые черные тени из палетки make up revolution матовые помощью них я и буду рисовать стрелку я снимаю лишний продукт вот так вот на руку рисовать буду ее начиная с того что прорисовываем межресничное пространство прорисовываю межресничный контур близко вот прям близко близко к ресницам не должно быть зазора между ресницами и века у меня сейчас наращенные ресницы но их там уже очень мало осталось я не помню когда последний раз делала коррекцию поэтому тушь мне сегодня пригодится мне тоже всегда такая ситуация что один глаз рисуется лучше чем другой это прям распространенная проблема вот левый глаз мне легче накрасить чем правый право все время какие-то косяки происходят из-за того что это тени можно делать просто при прибивающие движения теперь я буду добавлять толщины во внешний уголок глаза смотрите что я делаю вам видно его вот так и переворачиваю кисть запомните внешний уголок он должен быть больше самое узкое должно быть здесь и здесь идет уже у нас увеличение закругления глаза но круглый глаз все равно не получится за счет того что мы сейчас еще добавим спецэффектов черными тенями я рису ставлю вот так смотрите и опять же во внутренний уголок немножко захожу получается добавляю какой-то грязи которую я сейчас понятное дело буду растушевывать и получается самый-самый темный пигмент у меня остается во внешнем уголке глаза и с естественным освещением тоже смотрится хорошо потому что часто такие макияжи хорошо смотрятся только с кольцевой лампой выходишь на свет и понимаешь что все очень плохо и сейчас мы с вами будем прорабатывать нижнее веко для этого я возьму тени из палетки никс я возьму вот этот вот коричневый оттенок как же они сильно пылят и буду наносить их кистью которая носила темные оттенки и обязательно все лишнее сдувайте потому что это все осыпется если вы этого не сделаете сейчас очень важный момент потому что я начинаю прорисовывать нижнее веко начиная тоже от внешнего уголка иначе может получиться что глаз будет круглый как у панды этого нам не нужно нам нужен наоборот кошачий глаз поэтому самое темное как всегда должно оставаться у внешнего уголка глаза делаю не такими движениями а от внешнего угла к центру в коротенькие коротенькие движения когда дохожу до центра я уже более свободно я могу слегка касаться внутреннего уголка глаза и делать вот такие вот размашистые движения здесь главное чтобы не было никаких границ все растушевывать и добавлять глазу объем никаких границ очень важно чтобы все было естественно и прям в дымку мне кажется что такой макияж не стоит бояться делать даже на каждый день если у вас есть время это всегда красиво и мне кажется что такой макияж не выйдет из моды еще очень-очень долго. Он всегда смотрится выигрышно. Довольно ярко для моего обычного макияжа, но мне безумно нравится. И опять же беру матовые черные тени, встряхиваю и дорабатываю, добавляю прям цвета уже окончательно. Вы даже можете взять эту же кисть и, в принципе, пройтись ею и нарисовать вместо карандаша. Я прорабатываю линию роста ресниц для того, чтобы казалось, что их прям больше-больше, чем есть на самом деле. И как-то с тенями у меня не так много проблем, как с карандашом. Я ношу линзы, мне это проблемно, поэтому я прорабатываю именно зону линии роста ресниц. Глаз смотрится вот прям намного эффектнее. Все, я закончила прорабатывать глаза тенями и сейчас нужно добавить тушь, потому что без туши глаза смотрятся, знаете, как будто бы незаконченными. На самом деле так и есть. Поэтому тушь для наращенных ресниц у меня тушь от Maybelline и я делаю прям такие размашистые движения для того, чтобы тушь хорошенько легла на мои ресницы и добавила такого драматичного эффекта, потому что здесь ресницы очень важны. Вы можете использовать накладные, использовать какую-то суперобъемную тушь, наращивание, не знаю, что хотите, но в этих всех инстаграмных макияжах всегда ресницы очень акцентные и их видно прям. Все, с глазами мы закончили. Мне кажется, получилось очень-очень даже неплохо. И можно использовать еще один лайфхак. В инстаграме очень часто уменьшают нос, как я уже сказала. Можно использовать те же тени, которые мы носили под глаза и чуть-чуть сконтурировать носик. Слегка-слегка, потому что не должно быть границ. Если будут границы, это будет в жизни уже неносибельно. Для фотки окей, но я все-таки адаптирую этот макияж для жизни, потому что мысл делать макияж только для фотки. Я не скажу, что я прям сильно его уменьшаю. Я именно добавляю ему рельефа. Даже как-то непривычно видеть себя с таким носиком, поэтому лишнее я уберу. И сейчас, наверное, проработаем брови. Дело в том, что с бровями я ничего не делаю. Видите, да, их тут у меня дофига брежневских, я их вот так расчесываю. В инстаграме сейчас модно именно вот эти волчьи брови. У меня они от природы, но, смотрите, я не люблю, когда вот они совсем подняты. Я вот так вот провожу пальцем и должна появиться какая-то очерченность. Так как брови у меня не симметричны. Одна растет в одну сторону, другая в другую. Я сейчас дорисую несколько волосишек и закрою проплешины. Для этого я использую карандаш от NYX. Я его очень сильно люблю, потому что, когда я перевыщипываю что-нибудь, он прям идеально подходит. Я даже не рисую, я не добавляю новую форму. Я просто убираю проплешины. Вот тут у меня больная зона. Брови как-то не растут, поэтому здесь три волосишки мне нужно нарисовать. Может быть, еще здесь я его щипала лишнее. Все, пришло время хайлайтера. Буду использовать хайлайтер от фирмы Wet n Wild. Он у меня прям золотой. В инстаграме сейчас тренд на золотые хайлайтеры, поэтому делаем все аутентично и используем золотой хайлайтер. Буду его сейчас растушевывать, втушевывать в кожу, как зеркало. И вы знаете, как я люблю наносить хайлайтер. Это же просто красота. И на мой взгляд, это очень сильно влияет на весь наш макияж и делает его, знаете, более законченным. Под бровь обязательно. Также можно добавить хайлайтер на нос. Только не сильно вниз заходим. А то я буду похожа на олененка Рудольфа и над верхней губой. Сейчас мы заканчиваем макияж, наносим карандаш. У меня карандаш белорусской фирмы Luxe Visage, Pin Up, Ultra Mat и оттенок у меня Insta. Немножко выравниваю мои губы, потому что у меня здесь резкий такой переход, а я сделаю более мягкие губы. На всех этих макияжах как раз таки губы так оформлены. И я заполняю губы тоже карандашом. Ну что, мне кажется, губы уже стали больше. Далее я использую помаду, кстати, тоже у меня Pin Up оттенок Cara. И она такая немножко серая. Я ее наношу на центр губ. Мне нужен такой амбре эффект. И прям почему-то мне эти губы 90-е напомнили. И можно использовать какой-нибудь блеск, потому что блеск это прям тоже нужный в таких макияжах продукт. И у меня он тоже от Luxe Visage, но я уже даже не знаю, что это за оттенок. Оттенок 10-й, потому что он у меня очень-очень давно. Наверное, ему года полтора точно. И наношу его на губы. Ну вот такой вот макияж получился. Я немножко распущу волосы, чтобы добавить вам этого инстаграмного эффекта. Не знаю. Мне кажется, что получается очень красивый макияж, но при этом не супер яркий. Вот я сейчас сижу, вы видели, сколько слоев макияжа я нанесла. И для меня, да, это немножко, ну, наверное, тяжеловато в плане макияжа глаз. Я трачу на этом много времени. Я столько не привыкла тратить, но эффект однозначно очень крутой. Я обожаю этот макияж. Это мой самый любимый просто на свете. Я не знаю, какой макияж может появиться, чтобы мне нравился больше. И напишите в комментариях, нравится ли вам такой макияж или нет. Повторите ли вы его или нет. Кстати, если вы повторите его, то обязательно отмечайте меня на своих фотографиях, сторис. Я буду делать себе перепосты. Я обожаю, когда вы отмечаете меня на своих сторис и фотографиях. Обязательно буду вас к себе выкладывать. И подписывайтесь, кстати, на мой инстаграм, на мою группу ВКонтакте. У меня там собрано все самое лучшее среди всех моих видео, какие-то советы, моменты из моей жизни. Ну, а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока. Помните, под таким прошлым видео, где я красилась, я говорила, что вот такая вот накрашенная, останусь дома, буду смотреть мультики. В этот раз ситуация еще хуже. Я останусь и буду убирать квартиру. Горничная из инстаграма. Я думаю, так надо было назвать это видео, потому что вот просто с таким макияжем идти намывать кухню. Настроение по жизни.